Доброе утро! Меня зовут Екатерина Ацкевич и сегодня я расскажу вам все самое интересное о формуле здоровья. Подготовиться к встрече. Каждый год вирус гриппа застает врасплох нашу иммунную систему. Как не допустить развития опасной инфекции? Наиболее эффективный способ – прививка. И сегодня о ней в формуле здоровья. Вирусы гриппа имеют способность постоянно меняться. Именно с этим связаны ежегодные подъемы заболеваемости в осенний-зимний сезон. Но опасен грипп прежде всего осложнениями. В группе риска маленькие дети, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями, а также беременные. И, конечно, те, кто работает в коллективах. Итак, давайте разберемся, какие вакцины используют для профилактики гриппа. Они бывают живые и инактивированные. Живая вакцина содержит в своем составе живой вирус, но он несколько ослаблен. У нас же в Беларуси используют инактивированные, то есть убитые вакцины. В их составе содержатся лишь отдельные частички убитого вакцинного вируса. Бывают они двух видов. Это либо субъединичные вакцины, в которых есть только антигены, либо сплит-вакцины, которые содержат как антигены, так и белки. Именно благодаря этим частицам и вырабатывается иммунитет, который обеспечивает защиту от заболевания гриппом в течение 6-12 месяцев. Послушаем эксперта. Они эффективные, безопасные. Мы можем использовать их уже для деток с 6-месячного возраста. Можем их проводить вакцинацию беременным женщинам, лицам с иммунодефицитными состояниями, что немаловажно, и лицам, у которых имеется хроническая патология. Мы используем противогриппозные вакцины французского производства, производства Нидерланды. И широко у нас пользуется спросом вакцина российского производства. Хотела бы немножко остановиться на ней. В составе этой вакцины находится такое вещество, как полиоксидония, это дьювант, который усиливает иммунный ответ при введении данного препарата. Иммунитет после вакцинации появляется через 2-3 недели. Нужно знать, что привитой человек не является заразным для окружающих. Прививка не приводит к снижению иммунитета и не может быть причиной простуд и других респираторных инфекций. Еще один комментарий специалиста. Вакцинация начинается в осенний период, с сентября-ктября месяца, и продолжается до начала подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Это ноябрь-декабрь месяца. Но не запрещено проводить вакцинацию на активированной субединичными и сплит-вакцинами и в период подъема заболеваемости. Эффективность вакцинации гриппа составляет 80-90%, то есть 8-9 человек из 10 не заболеют гриппом. Если все-таки и будет регистрироваться заболевание, то будет протекать в более легкой, благоприятной форме. Друзья, ежегодная вакцинация против гриппа – единственное действительно эффективное средство защиты от болезни. Но никто не отменял простых истин для поддержания здоровья и укрепления иммунитета. Так что больше двигайтесь, следите за тем, что у вас на тарелке, скажите «нет» вредным привычкам и смотрите нашу формулу здоровья. Все материалы рубрики доступны на сайте ont.by и на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите и подписывайтесь. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok